Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня трудности в карьере, мне 25 лет, еще в школе, я пытался по-разному подрабатывать. Листовкой, промоутерство, сетевой маркетинг. В старших классах не могла определиться, на кого я хочу поступать. Металл из одной идеи к другой, в одной стране желание заработать больше денег, имею престижное образование, с другой, мой комфорт, что-то легкое для души. Компании все были амбициозные и боевые, мне тоже так хотелось. В итоге поступила вообще наугад на инженера транспортных технологий. Хотела бросить дно державой стипендии, на первом курсе начала работать с маминой подачи. И начались мои метания с одной работы на другую, и с одной сферы в другую. Сейчас работаю маркетологом. Наконец-то не стыдно сказать, кем работаю. Но мне не получается и совсем неинтересно. Прокрастинирую, откладываю, оттягиваю, опаздываю все. И просто как овощ. Чувствую, что дело идет к увольнению, ждет к уставшую. У меня еще две подработки и есть долги. И не знаю, как найти то, что будет приносить удовольствие. Не представляю как. Собственно, в данном тексте нет вопросов. Вы как бы от специалистов чего хотите, да, собственно? Какую проблему решить? То есть, ну, и что, трудности в карьере у вас это понятно. А хотите то чего? Тому как сейчас не очень понятно, каков ваш вопрос. Вот, и, соответственно, есть некоторая хитрость в том, что, если мы вам что-то скажем, ну, вот, в том числе, мои коллеги и я, то вы можете в целом всегда ответить что-то типа мне это неинтересно, это вообще не то. И вообще это не про то. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы, наверное, обратил бы внимание в первую очередь на данный аспект. вот, чего конкретно здесь и сейчас вы хотите от психологов. Дальше. Не знаю, заметили вы или нет, но в вашем тексте через весь, собственно, текст проходит одна идея. А именно эта идея про стыд. И про сравнивание себя с другими людьми. То есть вы смотрите условно говоря на кого-то ну, например, вот на тех людей, которые вот с вами были. Вы на них смотрите и говорите, что хотите быть как они. Ну вот. Собственно, это, пожалуй, и один из разных аспектов. А зачем быть как кто-то? Ну, вы можете быть собой. Ну вот. Но для этого нужно перестать наверно себя сравнивать. Вот. Сравнивать себя перестать с другими людьми. Пока вы это делаете, то есть пока вы пытаетесь сравнивать себя с другими людьми. Мне кажется, ничего хорошего не получится из ваших поисков себя. Следующее. Значим из денег. Значение денег. Вы говорите, что кто-то хотел заработать побольше денег, имея практичное образование. понимаете, вот здесь как будто как будто были. Вы не очень понимаете, зачем вам нужны деньги. Не просто так. Говорят, что деньги это средство. Завод деньги как будто быть самоцель. Поэтому значение денег для нас необходимое вслед. Сейчас старые становятся туман. По крайней мере, если мы исходим из вашего текста. текста. Понятно, что деньги хотят. Денег хотят все. Но извините, как бы зачем в данном случае деньги личного не совсем понятно. И совершенно я здесь не про то, что вам не нужно зарабатывать и так далее. Я немножко здесь говорю про другое. Я здесь больше говорю про то, что у вас как будто бы деньги не вплетены в ваше ценностей. А ведь это очень важно, чтобы деньги находились на том уровне ваших ценностей, на котором вам комфортно. У меня лично, у меня вот такого чувства, что это имеет место быть. Ну вот, к сожалению, нет. Поэтому я считаю своим долгом обратить ваше внимание на это. Идем дальше, и если говорить про следующий момент, который мне бы хотелось, на который мне хотелось заострить ваше внимание, то это момент долгов. с позиции психологии, если у вас есть долги, то у вас же есть трудности с личными границами. уменьшим уменьшим сказать нет, в том числе возможно в самой себе даже. То есть уменьшим сказать нет, в том числе возможно самой себе нет, я уверен, что где-то вы очень даже неплохо говорить о себе нет. вот. Но где-то вы явно, 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 явно себя не слышите. И вот это то, с чем также, на мой взгляд, следует работать. Ваш мероприятие личными границами. Конечно стыд и как следствие сноценка ваши довольно важны. То, что вам стыдно назвать какую-то профессию в качестве своей. И напротив не стыдно сказать, вы работаете там, например, маркетологом. Это конечно говорит о том, что вы работаете зависимо от мнения других людей. Что в свою очередь говорит о том, что много вас вероятно подавлены агрессии или их или злости на этих самых людей. Тут тоже важно это по исследованию. А между вами еще нужно будет признать как-то данный аспект. Не факт совершенно, что вы его легко признаете. Не факт совершенно, что вы вообще его захотите. признать признать. А ведь это очень важно как мне кажется. признать признать признать. здесь по большому счету вопрос именно такой. И именно в данных аспектах я предложил вам работать. признать признать Когда вы фиксируете свои трудности. признать у вас есть. Вот как-то так. Но с чем мы здесь сталкиваемся? с тем же о чем я уже говорил. Что вы не задаете вопросов. из-за того что вопросов вы не задаете не совсем понятно на что вы нацелены. И есть достаточно большой риск того что вы просто откажетесь и объясните все что например сказал что что это что 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 это что тоже вероятно на вас влияет в том смысле что возможно как то направляет вас. то есть как то вот вы от нее может быть зависит тоже. если это так то с этим так имеет имеет смысл работать. Поэтому я порекомендовал вам психотерапию по тем аспектам которые я озвучил по тем аспектам которые я озвучил вот по тем моментам которые которые не конечно ну потому что я думаю что вы вредный человек и без вашего желания все равно ничего не получится. Вот поэтому решайте в данном случае сами что будете делать в дальнейшем вот захотите вы или нет что-то в своей жизни начать менять. На этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи!